Дмитрий Колдун белорусский певец и композитор. Сам музыкант говорит, что попал на сцену прямо из химической лаборатории. Из хобби музыка превратилась в профессию, заставив Дмитрия изменить жизненные планы. Дмитрий Александрович Колдун родился в Минске летом 1985 года. Его семья была самой обычной. Родители педагоги, работающие в школе. Они даже представить себе не могли, что сыновья обретут известность далеко за пределами родной страны. Дмитрий станет популярным певцом, а его старший брат Георгий актером и телеведущим. В детстве школьник хотел стать врачом, старательно учил биологию и ходил в специализированную гимназию. Еще в школьные годы Колдун играл в гитарном трио под названием «Тяжелый колесный плуг» и пел песни на белорусском языке. Дмитрий поступил в Белорусский государственный университет. Там студент-химик пел на университетских капустниках в составе ВИА и входил в сборную факультета по силовому троеборью. Но уже на начальных курсах он забросил учебу и начал музыкальную биографию. Почему юноша резко решил сменить сферу интересов, никто толком не понял. Возможно, этому способствовала начинающая карьера брата Георгия Колдуна, который уже в то время работал в клубе и вливался в круги шоу-бизнеса. Широкая публика узнала Колдуна в 2004 году. Начинающий певец стал участником шоу «Народный артист 2». Победу музыкант не одержал, но вышел в финал конкурса. А главное, запомнился зрителю и стал узнаваемым исполнителем. В возрасте 21 года Колдун отправился на фабрику «Звезд 6». Во время участия в проекте он исполнил песню «Still Loving You» вместе с легендарной группой Scorpions. Музыкальный талант певца поразил зарубежных исполнителей. Поэтому одним из наилучших призов для Дмитрия стало приглашение солиста Клауса Майне исполнить эту композицию в ходе их общего тура. После совместных выступлений Scorpions подарили белорусскому коллеге гитару. Победа на проекте «Фабрика 6» принесла артисту еще больше популярность. Когда шоу завершилось, он подписал договор с Национальной музыкальной корпорацией, куда кроме Колдуна вошли коллеги Александра Гуркова и Роман Барсуков. По первым буквам фамилий и было составлено название коллектива. Вскоре исполнитель покинул группу и вернулся к сольным выступлениям. В 2007 году исполнитель получил престижную награду «Золотой граммофон» за песню «Дай мне силу» и стал победителем рейтинга «Секси М». Время Дмитрия занимали разные стороны шоу-бизнеса. 2009 год стал плодотворным для артиста. Колдун открыл свою студию звукозаписи, выступил на фестивале «Кинотавр», а также дал первый сольный концерт, который прошел в городе Королеве и имел успех. Затем он был номинирован как радиохит-исполнитель на музыкальную премию «Бог эфира». Сейчас артист – желанный гость на корпоративных мероприятиях, дня города, сборных выступлениях коллег. Сумму гонорара Дмитрий не озвучивает, хотя концертное агентство утверждает, что заказчику придется раскошелиться на 10 тысяч евро. Прекрасное выступление на Евровидении 2007 дало карьере Дмитрия не просто толчок, а огромный импульс. В 2007 году музыканта пригласили участвовать в популярной передаче «Две звезды». В партнерши ему досталась актриса Наталья Рудова. Пара исполняла популярные хиты «Ветер перемен», «Летний дождь», «Текила любовь». Весной 2014 года колдун принял участие в пародийном музыкальном шоу «Точь в точь» на Первом канале. Певец зашел до финала, но не завоевал победу, возможно поэтому вернулся на проект спустя два года. Летом 2014 года Дмитрий появился в другой телепередаче – интеллектуальном шоу «Кто хочет стать миллионером». Пару музыканту составила исполнительница Ирина Дубцова. Артист начал часто сниматься на телевидении, в развлекательных передачах. Осенью того же года его пригласили в проект «Хит» и в мистическую телепередачу «Черно-белое». В 2020 году Дмитрий принял участие в международном телемарафоне «Звезды против короны. Музыка объединяет», исполнив для телезрителей Муз-ТВ песню «Корабли». В этом же году колдун был гостем таких шоу, как «Шоу без вью» на YouTube-канале Елены Родиной, плейлист телеканала «Беларусь-24», новогодние программы канала «Беларусь-1», «Новый год» на «Макайонка-9» и «Живого концерта» в прямом эфире на Авторадио. В 2021 году стартовал шестой сезон шоу «Три аккорда», в котором колдун стал одним из участников. А в жюри вошли Любовь Успенская, Александр Новиков, Сергей Трофимов и Александр Розенбаум. Дмитрий исполнил песню «У беды глаза зеленые», «40 тысяч верст», «Я слушал дождь». А осенью певец поборолся за главный приз в телешоу канала НТВ «Фактор страха». Личная жизнь артиста идеальна для звезды шоу-бизнеса. Со школы колдун встречался с Викторией Хамитской, которая в 2012 году стала официальной супругой певца. Жена-врач-гематолог по профессии подарила Дмитрию двух детей. В 2013 сына Яна, через три года дочь Алису. Отец из певца вышел нестрогий, а как он сам определил, дотошный. Если надо на ребенка повлиять, действуют экономические санкции, забирается игрушка или наоборот выдается поощрение. Семья предпочитает жить в Минске, хотя в Москве артист купил квартиру. На родине певцу легче творить, а в столице России проще решать технические вопросы. В начале 2014 года колдун зарегистрировался в социальной сети. Исполнитель регулярно публикует личные и рабочие фото, которыми интересуются десятки тысяч подписчиков. В одном из первых интервью артист признался, что по натуре интроверт, спокойно переносит одиночество, а тишину даже любит. На тусовках не бывал и не собирается. Идти на презентацию какого-нибудь вермута в новой бутылке ради того, чтобы дождаться, пока тебя там сфотографируют, это за гранью. Я лучше делом каким-нибудь займусь. Друзей настолько близких, чтобы делиться проблемами у певца нет. Отец и мать Дмитрия расстались, когда сыну было 7 лет. И колдун привык все переваривать внутри, чем доставлял немало волнений родным. В последние дни уходящего лета 2022 года Дмитрий порадовал поклонников лирической композиции «Между нами только лав». Фанаты творчества певца отметили мелодичность и легкость песни. Не оставила равнодушных история, рассказанная колдуном в передаче «Звезды сошлись», где артист принял участие вместе со своим старшим братом. В интервью Лере Кудрявцевой много времени было уделено воспоминаниям из детства. Участник Евровидения 2007 рассказал, как был потерян после развода родителей и как отчим пытался его воспитывать, заставляя называть папой. В сентябре 2022 года Дмитрий стал участником четвертого сезона телешоу «Ну-ка все вместе». Ему и другим звездам отечественной эстрады предстояло определить судьбу конкурсантов, для которых такое выступление на сцене могло стать отличным трамплином для карьеры. Из интервью музыканта выяснилось, что он страдает от тиннитуса, практически не слышит на левое ухо. Однако из-за этого Дмитрий не собирается заканчивать свою карьеру. Интересные факты. В 2012 году певец получил роль тезки-музыканта в фильме «20 лет без любви». В 2013 году режиссер Сергей Черников снял документальный фильм «Дмитрий колдун» про жизнь и творчество артиста. Приглашение принять участие в театральных постановках певец отклоняет, но по его словам охотно снялся бы в фильме ужасов. По материнской линии колдун – дальний родственник Марка Шагала. Европейские журналисты отметили внешнее сходство Дмитрия с принцессой Дианой. Исполнитель любит бывать на природе, ходить в походы к рекам и озерам. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.